Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать на арену Мегаспорт, где через 15 минут начнется очередной матч Фонбет регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Московский Спартак принимает Адмирал из Владивостока. Алексеевич, не хочется вспоминать игру в Дальнем Востоке, но она была, и все-таки понятно, что тогда было завершение поездки, было сложное такое состояние. Сегодня, насколько вы все-таки дома, свеженький, будет играть такую роль положительную для вас против Адмирала? Ну, есть шанс реабилитироваться за то поражение, которое по нашей вине произошло. Но понимаем, что соперник серьезный и готовились к игре серьезно, но наша задача – играть в наш хоккей. Ну, понятно, что соперник серьезный, понятно, что всегда готовитесь от своей игры. И все-таки Адмирал такая команда, которая дома играет в один, скажем так, хоккей более активный, а в гостях, как правило, поаккуратней от оборонки. Вот в связи с этим творческое задание у Спартака перед этой игрой было какое, ребята? Ну, мы рассматривали, конечно, мы смотрели, как соперник играет, но сказать, что прям все конкретно он меняет, я бы не сказал. Они как играли, так играют на контратаках, ясно, что уделяют много внимания обороне, но в тот же момент у них есть хорошие исполнители. Поэтому готовимся. Начну с простого вопроса. А который у вас сейчас час? Потому что обычно, когда западные команды летят на Дальний Восток, они живут по своему времени. А как вот команда с Дальнего Востока перестраивается на этот регион? Семь часов. Сейчас у нас сколько времени? Ночь? Ну, сейчас, да. Ну, я знаю, что игра будет по 2.30 по Владивостоку. А на самом деле перестраиваетесь, нет? Или как вот здесь вот сложности с перестройкой? Ну, я так не люблю жаловаться. Ну, конечно, тяжело. С широкой траекторией покатил за этой шайбой. И, в общем, соперник успел раньше. А здесь прострел вдоль ворот проходит. Передача Морозова через Краскова. Но Порядин, похоже, не ждал, что этот пас пройдет. Да, Беляев был в хорошей позиции. В принципе, можно было и самому в этой ситуации бросать. А есть Голдобину не дали бросить. Здесь Петухов очень здорово отработал в обороне адмирала. Бросок и счет открыт. Морозов продолжает забивать хет-рик в прошлом матче. И гол на излете четвертой минуты этого. Во второй смене первое спартакское звено открывает счет в этом матче. Да, неплохо с самой первой смены комбинировали ребята из пятерки или тройки Ивана Морозова. Вот так потихонечку-потихонечку выходят новые люди у адмирала на лед. Вот Чайковский как хорошо прорвался ментам что-то соорудить, а потом уже, собственно, и волноваться. Пока ноль у адмирала. И прошлый матч дальневосточники не сумели. Многовато моряки удаляются. Они, конечно, не лидеры в этой сомнительной номинации. Но, тем не менее, 92 удаления. Возвращается Шайба к Адаму. Но там два соперника против нее. Шайбу из зоны не выбрасывают. Иванов подключается. А со спины Грман, выскочивший со скамейки штрафников. И такая непростая ситуация у Иванова-то была. Команда освободил пространство у Локтионову. Тот ворвался и Ружички делал передачу на пятачок. А вот это неточный пас от Адама. И атака 3 в 2. Но Шулак что творит? Он продирается к воротам и бросал. С удобной, зрячей не попал в ворота. Но спрос в шикарный рейд капитана дальневосточников. Усманов и Родвулда обставил. Снова Беляев. И на этот раз здорово пошел на ворота. Усманов добивает. И Миша Уров говорит, нет, не сейчас. Вновь Александр Беляев здорово сыграл. Пытается прессинговать соперника в районе спартаковской синей линии. А в итоге взевает контратаку. Орлов выходит 1 на 1. Мишу Роб говорит, нет. Ну вот здесь, конечно, здорово сыграл спартаковский игрок. Там, к сожалению, не видно номер. Поставил корпус в средней зоне. И после этого Орлов на скорости вышел 1 на 1. Если бы не он, преимущество красно-белых могло бы и более серьезными цифрами выражаться. Момент! Это штанга! У кого момент у Беляева? Усманов сделал этот момент для своего партнера по тройке. Тут трибуны включились. Соответственно, спартаксы почувствовали кураж. И сейчас для адмирала наступают сложные времена. Нужно выстоять. Ох, перевод какой от Иванова и бросок Галимова. Да, островатый угол. Гутик видит в средней зоне Шена. И атака 2 в 2. У адмирала Старков. Бросок по воротам. Вступает в игру, который набирал скорость по центру. Пришлось играть назад. Завгородний. И вот здорово как включает бросок в дальний угол от Соляникова. Морозов у нас на позиции. Не успели порадоваться за ваш хет-трик, а вы уже на новый заходите. Вот отчего такие результаты в матчах? Не знаю. Просто партнеры вводят на бросок. У меня получается бивать. Надеюсь, так дальше будет продолжаться. Забросил Иван Морозов. И всего один шаг до юбилея ему остается. Но отбирал с первых секунд второго периода. Пошел вперед. Беляев за воротами. Ну что, будет на лакрос заходить? Нет, выкатывается ногами. Бросок с близкого расстояния. Мишуров на месте. Ну и в итоге неплохой прессинг. Мы с вами наблюдаем. Однако из-под этого прессинга «Спартак» все выходит. Морозов на Порядино. Включает Павел Доги. Выход 1-1. Гол. 2-0. Павел Порядин. Здесь вот эта передача, конечно, проходит на Порядино. И дальше Порядин между двух защитников на скорости. Морозов выполнил как раз эту передачу. Получилось избежать положения вне игры. Ну и здесь видит Порядин, что Мишуров будет выбрасывать клюшку. И 2-0. «Спартак» впереди. «Гутик» сохраняет шайбу. Бросок в направлении дальнего угла. Реагирует Николаев. Но там сложно. Тут обломки клюшки постоянно мешают хоккеистам. И вот пробивается Галимов. Выходит на ворота. Бросок. Но успел там ему помешать Нургалиев. И шайба выше ушла. Но снова возвращает ее «Спартаковцы». Великолепнейшая передача Галимова и Морозова. Что здесь произошло? Вот она выигранная борьба у борта. И Галимов просто вкладывает. Ну и на исполнение в уголок пытался аккуратненько так уложить эту шайбу. Но в итоге промахнулся. Навязать борьбу. И в итоге до броска делу не дошло. У красно-белых. Башин. Есть свободный партнер. Выход 1-1. 3-0. И это Рубцов. Который был на скорости и накатался в сторону ворот. Здесь неудачно шулок поменялся. Вот в чем проблема. Уехал на смену защитник адмирала. И сделал это крайне несвоевременно. Классный бросок. И все это было на скорости. И в скоростях возникает. Но уже у игроков «Спартака» у ворот дальневосточных. Но тут Петаликов успел. Заление сейчас будет. За фиксировать шайбу. Не стал ничего менять. Лядет там бит. Бросок Гутика. Гол. 3-1. Опять же вспоминаем матч, который проходил во Владивостоке. Там тоже счет был 3-0. И к середине второго периода «Адмирал» начал отыгрываться. Да. Гутик в большинстве прошивается. Дмитрий Николаев. «Адмирал» реализует первое же большинство. А в этом матче. И вот сейчас дает повод порадоваться своим болельщикам, которые лично приехали. Долгая смена у Павла. Еще момент вытанцовывался у гостей. Шайба на пятаке. Бросок верхом. Добивание. Николай в клюшкой. Преграждает шайбе путь. Ворота. Вот так дальневосточники чуть вторую под шумок не забросили. Игорь. Игорь. Там тоже он поднимал голову. Искал продолжение этой атаки. В этот момент шайба... Ну, крюком его клюшки пролетела. Здесь прошла передача. Напарядина бросок. На этот раз не точен Павел. И Ружечка выбирается в центр. Два соперника на нем. Адам шайбу сохраняет. И вот теперь запускает Орлова бросок. И 4-1. Они все-таки добились своего. Ну и смотрим, здесь Ружечка стягивает игроков команды на себя. Дальше взаимодействует с партнером. Доставляется шайба на пятачок. И там на пятачке как раз все подборы за спартакскими хоккеистами. В итоге Мальцев на Лаптионову. Лаптионов в своевременно начал уже открываться на дальнюю штангу. Оказался Мальцев проворнее своего оппонента. Сайцев. Тут его на синей линии страхует Беляев. Шайба в зоне остается. Усманов. Беляев бросок поворотом выше. Шайба идет. Снова Усманов. Снова. Вячеслав, мы всегда задаемся вопросом, в чем сложность играть за Владивостокскую команду. Вот вы сейчас уже поняли за то время, которое провели в команде, почему все-таки не удается хорошо играть на выезде. Стать им. Тяжело сказать. На самом деле готовимся, восстанавливаемся. Все делаем, чтобы выглядеть хорошо на выезде. Но пока не нашли ключ к этому. И сегодня очередная игра без голов. Как один гол ездит в большинстве? Большинство уравн. 1-4. Это без голов. И тройка Шена начала. Третий период у Адмирала. И тут же момент Старков низом. А 13-м нападающим он был заявлен на эту встречу. И вот в третьем периоде получает свой шанс проявить себя Рауль Якупов. Бросок Галимова. Штанга. Рауль Якупов провел. И снова Шенса товарища на льду. Здесь отмахивается Соляников. Попадает. Две минуты. За игру высоко поднятый клюшкой. Мальцев левым флангом забирается в зону. Оставляет Пашину. Получает обратную передачу. Штанга. И с очень острого угла Мальцев все-таки пытался уязвить Демченко. Да, вновь Спартакс попадает в штангу с внешней стороны. Опять красиво разыгрывали. До пустых ворот пытались. Пашин. Вот. Красота. Рубцов 5-1. Забивают красно-белые. Но вот сейчас выходит из бокса. Ну, здесь Рубцов изначально расположился на пятачке. И проходит туда передача. Здесь Пашин выполнил вот эту подкидку. А Рубцов подстраивается под передачу от партнера. Жестко ставит свою клюшку. Ну, в конце концов, именно эти ребята реализовали численное преимущество в прошлый раз. И сейчас решил довериться им сразу. И не проградал Алексей Жанов. 6-1. Мальцев бросал. Демченко коснулся шайбы. Но Шайбов продолжил движение в сторону ворот. Не знаю, было ли забивание или нет. С нашей позиции это не очень хорошо было видно. Сейчас посмотрим на повторе. Но я так понимаю, что Михаил Мальцев празднует эту заброшенную шайбу. 10 секунд потребовалось Спартаковцам, чтобы использовать численное преимущество. Бегают его партнеры и опять возвращаются Спартаковцы. Поперечная передача от Пашина. И здесь Савиков. Савиков не сумел шайбу обработать. Но опять же на шайбу он не смотрел. Он как раз искал партнеров. И контратака в меньшинстве у Адмирала. Поворотом соперника в этом большинстве. Сошников привозит шайбу в зону соперника. Рядом Шулок. Бросок. Поворотом. Шайба в ловушке у Николаева. Адмирала и вынужден шин поехать на скамейку и поменяться на другого игрока. Усманов заходит на цель. Бросок. Поворотом. Демченко отбивает. Не слишком точный. Он получился. Шестаков. Бросок. Поворотом. И в игре Дмитрий Николаев. Вот сюда Питьков переместился. О как. Одним махом. Двоих убивахом. Но посчитали арбитры, что Галимову от крюшки партнера досталось по лицу. Ансель Галимов. И за ним отправляется один из докторов красно-белой команды. Ну и главное, что все четыре тройки спартакские в сегодняшнем матче смотрелись очень прилично. И внесли свой вклад в победу. Но не только заброшенными шайбами, но и своей активностью, как это было с тройкой Даниэль Усманова. Леонид Григорьевич, сегодня одна заброшенная шайба. Это уже есть хотя бы какое-то маленькое утешение для команд? Я имею в виду после Екатеринбурга. Ну да, гол забили. Ну, конечно, на себя не похожи сегодня были вообще. Такой матч сложно комментировать. Понятно, но все-таки вот даже по верхам и быстрый какой-то анализ, с чем связано? Мне кажется, хорошо играли вот второй период, ну, соответственно, когда и шайба была. Потом удаление в третьем бесконечном. Маленькие отрезки эпизода, не более того. Ну, как бы, вся борьба проиграна, скорости проигрываешь, движение, единоборство. Тут все закономерно. Счет соответствует качеству игры сегодня. Алексей Юрьевич, ну, помимо двух очков в таблице, вот такие игры для чего нужны? Да нет, ну, в принципе, игра такая тяжелая, на самом деле, вы на счет не смотрите. Единственное, сегодня, конечно, много было брака. Лед не очень хорошего качества был, поэтому было видно. Так тяжеловато было играть. Ну, а так, в принципе, ребята молодцы. А мне показалось, и нам показалось, что, наоборот, все четыре тройки выглядели достаточно солидно. И как раз-таки достойно друг друга поддерживали. В принципе, да, старались играть, держать темп. Единственное, что во втором периоде начали переигрывать отрезки, и от этого чуть темп спал. Ну, вот, а так, в принципе, четыре звена, да, молодцы. Не будете журить, что не помогли Николаеву сухарь заработать? Ну, стараемся, но не так просто. У них тоже мастера есть, которые могут забить. Николаев, красава, рубежки. Ну, молодцы, всех к победе. Готовимся дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ